МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы приехали в город Млада Болеслав, чтобы познакомиться со спортивными автомобилями марки Шкода. За моей спиной здание, которое можно назвать колыбелью чешской автомобильной промышленности. Еще в позапрошлом веке два энтузиаста собрались здесь и начали выпуск велосипедов. Затем они взялись за мотоциклы, а уж потом дело дошло и до автомобилей. Для чехов имена Лаурин и Клемент означают примерно то же, что для немцев Даймлер и Бенц. Механик Васлав Клемент и его тезка, книготорговец Васлав Лаурин, были увлеченными велосипедистами. Именно эта страсть свела их вместе. Своё первое детище они патриотично назвали Славия. Символизм этого шага становится особенно очевиден, если вспомнить, что Чехия в то время не была самостоятельным государством, а принадлежала Австро-Венгерской империи. Велосипеды из Богемии вскоре начали продаваться во многих странах Европы. Дела молодой фирмы шли столь успешно, что уже через 4 года предприимчивым чехам удался настоящий прорыв. На рубеже 19-го и 20-го веков марка Лаурина и Клемента начала выпускать железных коней, оснащенных мотором. В 2011 году отмечается юбилей. Ровно 110 лет назад первое транспортное средство из Млада Болеслава принимало участие в спортивных состязаниях. Причем был это не автомобиль, а мотоцикл. И выглядел он вот так, ну или примерно вот так. Первый мотоциклет был сделан на базе все той же Славии. Большинство компонентов были привозными. В основном их импортировали из Англии. Понадобилось немало усилий, прежде чем велосипед с моторным приводом стал надежным и быстрым транспортным средством. Зато уже вскоре чешские мотоциклы начали побеждать. На их счету победы в 32 известных соревнованиях из 34, что проводились в эпоху зарождавшегося мотоциклетного спорта. В историю вошло выступление в гонке «Париж-Берлин». За рулем мотоциклета конструктор и мастер цеха фабрики «Лаурина и Климента» так быстро преодолел дистанцию, что оказался на финише раньше организаторов состязания. В тот раз победа не была признана, однако эта история стала широко известна и раззадорила чехов на достижение новых рекордов. С тех пор участие в спортивных состязаниях стало регулярным. Одним из героев тех мото-гонок была модель тип «Б» с одноцилиндровым четырехтактным мотором. Двух лошадиных сил хватало, чтобы разгоняться до 40 км в час. Заслуживает уважения та настойчивость, с которой Вацлав Лаурин и Вацлав Климент развивали свое дело. Следующим шагом молодой фирмы стало производство автомобилей. Уже к 1905 году четырехколесные транспортные средства практически заместили мотоциклы на фабрике в небольшом городе на юге Чехии. А год спустя, в 1906-м, первый автомобиль марки «Лаурин и Климент» принял участие в настоящей гонке. На соревнованиях мотоциклов чешская фирма уже была широко известна. Однако в классе автомобилей им лишь предстояло доказать свою состоятельность. И вопреки известной пословице первый блин не вышел к гомам. Вскоре на заводе в «Младо Болеславе» собралась коллекция лавровых венков за победы в различных европейских соревнованиях. Чешская марка часто принимала и принимает участие в автогонках. Во-первых, это хорошая реклама. А во-вторых, опыт, полученный в спортивных соревнованиях, используется при серийном производстве автомобилей. Одним из наиболее знаменательных испытаний на выносливость стал автопробег. Настоящий ралли-рейд по маршруту Прага-Калькутта. В середине 30-х годов группа автомобилей «Шкода Популяр» проехала через Белград и Сапию, Стамбул, Анкару, Багдад, Тегеран, Дели и добралась до Калькутты. Значительная часть пути проходила по очень плохим дорогам, а порой и по полному бездорожью. Отважные путешественники не раз застревали. Сами строили мосты, преодолевали песчаные барханы, чтобы добраться до цели. Их тяготы и их торжество сохранил для истории оригинальный кинофильм. Впоследствии автомобили марки «Шкода» не раз совершали дальние путешествия по разным странам и континентам. А теперь давайте обратимся к истории спортивных автомобилей уже после военной эпохи. В 1960-х годах самым ярким продуктом «Шкода» была модель 1000МБ. При объеме двигателя всего в 1 литр инженерам удавалось выжать из него до 90 лошадиных сил. Масса автомобиля составляла менее 800 килограммов, так что энерговооруженность машины получилась весьма значительной. При этом мотор был расположен сзади, а радиатор и топливный бак – спереди. Это помогало снизить эффект избыточной поворачиваемости. Купе 200RS выпускалось в середине 70-х годов специально для автогонок. Фирма сделала всего-то три экземпляра этой модели. Мощный двухлитровый мотор «Шкода» сочетается с коробкой передач от «Порше». А ведь в те годы вряд ли кто-то мог предположить, что эти две марки войдут в один концерт. Модель 200RS стала одним из концептов, созданных на базе популярного фастбека 110R. Кстати, 200-я модель была одной из первых машин «Шкода», в названии которой была использована аббревиатура «РС», что означает «ралли-спорт». Многочисленные эксперименты на базе этого кузова в конечном итоге привели к созданию знаменитого спорткара «Шкода» 130RS, который прославил компанию во многих автомобильных гонках. Этот автомобиль знаменует собой вершину чешского автоспорта 70-х-80-х годов прошлого века. Элегантная модель стала самой успешной «Шкодой», если не брать в расчет машины последних полутора десятилетий. 130RS успешно выступала в ралли и кольцевых гонках. Наивысшими достижениями «Шкода» 130RS на мировой арене стали победы на знаменитом ралли «Монте-Карло» в 1977 году и в европейском кузовном чемпионате в 1981, где «Шкоде» удалось опередить даже заводскую команду «БМВ». Цифра 130 в названии модели обозначала объем двигателя – 1300 кубических сантиметров. Заднеприводный автомобиль был оснащен двойным карбюратором и обладал отличной аэродинамикой, что в сочетании с задним приводом позволило существенно обогатить заводскую коллекцию призов. Следующим шагом в развитии чешского автоспорта стала модель «Шкода Фаворит», которая сумела завоевать Кубок Мира в 1994 году среди машин с двухлитровым мотором. Не менее успешной была «Шкода Фелиция Киткар». В 1998 году «Шкода» начала производство автомобилей для престижной раллийной серии WRC. Первой моделью стала «Октавия». В 2003 году чехи выпустили второй автомобиль с аббревиатурой WRC – World Rally Car. Это была «Шкода Фабия». Многие автопроизводители, выступающие в гоночных сериях или ралли, поручают производство своих спорткаров другим фирмам. У «Шкоды» не так. Все автомобили делаются здесь, в Младом Болеславе. Помимо основной экспозиции в музее «Шкода» есть еще один специальный зал, так называемый депозитарий. Сюда редко ступает нога обычного посетителя. Но для нас, гостеприимные хозяева, двери открыли. Пойдем посмотрим. Здесь хранятся только уникальные автомобили. Те, что принимали участие в спортивных гонках, а также концепт-кары и прототипы. Увидеть последние можно было лишь на автомобильных выставках. Некоторые из них были запущены в серийное производство. Как, например, вот этот вот концепт «Румстер». В нем несложно узнать тот автомобиль, который сейчас ездит по дорогам. Другая судьба постигла концепт «Шкода Тюдор». Это купе было представлено в Женеве в 2002 году, но так и осталось проектом. Эта машина стала знаковой для компании. Элегантный двухдверный кузов продемонстрировал достижения чешской марки. В этом же зале можно увидеть концепты прежних десятилетий. Многие из них вызывают ностальгические чувства. Эдакая память о так и не наступившем будущем. А вот такие баги были созданы еще в 70-х годах. Различные варианты этих необычных машин впоследствии производились в Италии и Бельгии. Значительную часть экспозиции занимают спортивные машины. Причем это оригинальные автомобили, принимавшие участие в различных состязаниях. Этот прототип для кольцевых гонок был построен в конце 70-х годов. Под капотом двухлитровый мотор. Максимальная скорость – 270 км в час. В 80-х и 90-х годах чешские спортсмены Петер Гросс и Павел Сибирав стали знаменитыми, выступая в ралли вот на этих машинах. Депозитарий – по-настоящему удивительное место. Если вам доведется попасть в музей «Шкода» в «Младом Болеславе», советую вам заранее узнать о возможности посетить этот зал. Настоящую сокровищницу музея. В «Младом Болеславе» В «Младом Болеславском музее» не только показывают автомобили, здесь их еще и чинят. А для того, чтобы посетители понимали, какой объем работ это все требует, здесь есть отдельная экспозиция, на которой выставлены машины, которые до сих пор еще не прошли курс лечения. Среди них есть самые древние автомобили чешской марки, на которых значатся логотип «Лаурин» и «Клемент». Имена двух энтузиастов, которые начали с велосипедов и создали компанию с мировым именем. Кстати, автомобили с названием «Шкода» появились в 1925 году. Тогда для дальнейшего развития марки «Лаурина» и «Клемент» был необходим надежный партнер. Им стало крупнейшее в стране машиностроительное предприятие «Шкода» из города Пыльзин. Несколько лет после объединения на выпускаемых автомобилях стояла двойная марка «Шкода» и «Лаурин Клемент». Но в начале 30-х остался лишь один логотип – «Шкода». От прежнего, младоболиславского символа, он унаследовал лавровый венок. Кроме того, марка сохранила страсть к автомобильным гонкам, которые заложили еще основатели компании. Компания «Шкода» традиционно уделяет большое внимание автоспорту. Сейчас главных успехов компания добивается в гонках серии IRC. Трансляции этих состязаний вы можете смотреть на телеканале «Автоплюс». Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok